Добрый день! Рада всех приветствовать на этой конференции. Для тех, кто меня видит первый раз, скажу пару слов о себе. Практикующий руководитель, более 15 лет управленческой деятельности, работала в крупных холдинговых структурах, на топовых позициях. Топовая позиция, чтобы у нас был одинаковый контекст, структура управления, это вот здесь, управленческая тройка. Ну и дальше пошел middle management. Вообще так посчастливилось родиться в управленческой династии, руководители среднего уровня, это когда в подчинении несколько тысяч человек, несколько сотен, несколько тысяч человек. Отец строил заводы, ими руководил, дед строил госпиталя, ими руководил. Ну и посчастливилось, некоторые техники управления перенять, чтобы, говорится, вот у себя дома. Продолжая выступление Владимира, он закончил интересной мыслью, что многие руководители радуются, когда им не приходится управлять людьми, потому что вот они должны бы делать что-то, но на самом деле они этого не делают. Человек по природе своей сделан управляемым. Ну иначе бы мы просто не выжили бы на этой планете. Для того, чтобы решать сложные задачи, пришлось кооперироваться. А раз человек сделан управляемым, значит появляются те, которые могут взять на себя управление большой группой людей. И представьте такую ситуацию, значит несколько человек считают себя в силах управлять большим коллективом. Что между ними происходит? Борьба, кто главный? Некое противостояние. И раньше это решалось в физическом поединке. Ну вожак у группы может быть только один. Борьба шла до победного. Проигравший либо его совсем исключали, либо он работал в команде руководителя. Сейчас у нас все происходит намного проще. Вопрос, кто главный решается путем переговоров. И в результате этих переговоров, когда вы первый раз встречаете человека, ситуация переговоров может быть разная. Это может быть ваши подчиненные, это может быть какой-то более высшестоящий руководитель, это могут быть деловые переговоры, это может быть какая-то сделка, это может быть какая-то личная ситуация. Да даже с человеком на конференции вы встретились, вы начали общаться, пойдет некое напряжение, пока люди не выяснят, а кто из них управляет, а кто из них будет управлять, а кто будет подчиняться. Фишка в чем, что после того, как определилось, кто управляет, кто подчиняется, второго начинают использовать. Другой вариант. Управление переходит от одного человека к другому. И это наиболее удобный вариант, наиболее комфортный вариант для сотрудничества. То есть сначала я тебе говорю, что мы делаем, потом человек исполняет, потом он говорит, что делать, и второй исполняет. То есть эта ситуация комфортна для дружбы, для взаимовыгодного сотрудничества, для работы удобной большой группы людей. Ну и для того, чтобы обучаться переговорам, конечно, переговорам сложно обучаться просто так, слушая какие-то приемы. Понятно, дело, что у меня сейчас будет целый список фишек, приемов, но для того, чтобы их осваивать, конечно, нужно практиковаться. И сейчас мы попробуем с вами это сделать. Для того, чтобы у нас эта задача получилась, мне нужно, чтобы у нас образовались небольшие группы. Три-четыре человека. Так, вот я здесь вижу, четверка есть. Здесь, пожалуйста, объединитесь. Трое-четверо. Есть. Так, вижу четверка. Первая четверка, подняли руку. Хорошо, есть команда. Здесь подняли руку в команде. Александр, присоединяйтесь к кому-нибудь, пожалуйста. Так, четверка, подняли руку. Все, посмотрите друг на друга. Четверка есть. Отлично. Вы с кем? Алексей, присоединяйтесь к кому-то, пожалуйста. Кому хотите. Ну, активный... Так, вот Александр, вон девушка, вон Алексей. Если сотрудники не сильно радуются, когда им приходится ждать своего руководителя, значит, один из них вбрасывает такую фразу. А мы тоже теперь можем опаздывать. Такой вопрос к руководителю. Значит, что в этой ситуации, какая реакция может быть у руководителя? Как вы думаете? Какой у нас реагирует? Ну, это хозяин магазина, это может быть директор, это может быть администратор. То есть тот, у кого есть ключи, тот, без кого они войти не могут. Тот, который управляет этим коллективом. Да. Вы правы. Нам нужно что-то... Так, вы правы. Значит, что будет после такой реакции? Сотрудники понимают, что они могут управлять руководителем. Дальше они руководителю расскажут, что он должен для них делать. В результате этой ситуации управляемость в коллективе упадет в следующий раз, когда администратор начнет давать какое-то свое указание, сотрудники уже подумают, следует ли его выполнять или нет. Так, еще вариант ответа на эту фразу. Давайте договоримся с вами так, что если он задерживается, то заработает, что часов, время, сколько и я, то я бы забыл его. Это кто так должен сказать? А микрофон есть? Так, то есть сотрудники должны делать то же самое, что и руководитель. Он ставит себя с ними на одну доску. Но они будут смотреть постоянно на руководителя. То есть он их привязал к себе. Зачем? Ну, у руководителя может быть больше прав, чем у персонала. Так, пожалуйста, Илона. Хорошо, но мы же все знаем, что есть корпоративная структура. И, допустим, у нас в этой корпоративной структуре материальная ответственность за ценности в магазине несет только администратор, и ключ он отдать никому не может. Хорошо, давайте так. Так, жесткая, четкая. Нет, руководитель пошел. Ну, руководитель сохраняет уважение в этой ситуации, я согласна. Но при этом, ну, представьте себя на месте этих сотрудников. Фасадчик остался. Фасадчик остался. Спасибо. Так, Алексей, вы правы, руководитель, запоминаем, руководитель ни в коем случае никогда не должен оправдываться, оправдывающийся неправ, управленческая позиция теряется. С точки зрения жесткого нет, ну, смотря какой коллектив, можно, конечно, пройти, там сказать, буркнуть нет, но настроение, да, настроение у народа сильно упадет. Значит, еще варианты, пожалуйста. Как будет звучать ваш ответ? Да. Хорошо, то есть, получается, руководитель на такую провокацию дает ресурс сотрудникам, дает полномочия. Ну, как бы, кто, у кого ключ, у того статус вырастает? Ресурсы вырастают у него? Да? Да? Так, и вот это все происходит перед дверью магазина. Зимой в холод люди прямо так начинают обожать своего руководителя все больше и больше за вот это вот длинное выступление. Значит, смотрите, Алексей, после того, как вы начали с фразы «Вы правы», вы возвращаетесь вот к тому ответу, который предложил… Я сказал, не вы правы. Я сказал, что у вас есть все причины недовольными, это то же самое, что вы правы, это тот ответ, который предложила Юлия. Значит, смотрите, руководитель не может не ответить на эту провокацию. Так, если руководитель пройдет, промолчит, что будет? Сотрудники воспримут молчание о знак согласия. Согласны? Да. Да, вот еще есть варианты. Да. Так, давайте разберем ситуацию, о чем мы будем говорить, о том, почему опоздал руководитель. То есть мы снимаем внимание и переносим его на будущее. Так, хорошо. Ну и вам, в смысле, руководителю стоит тратить время на такие беседы по душам, сколько времени на такие беседы будет уходить. Если… Да. Есть мастер, есть мастер, есть проекции, есть зависимость и он. Поэтому, если он говорит, что руководитель, это будет одна ситуация, и он должен быть по-другому. Если он говорит, что руководитель, то, соответственно, предложить обсудить ситуацию, но он не в данном контексте, это абсолютно не будет права. Да. Зависит от Росалов-Киролей и Борисов-Киролей. Значит, смотрите, если мы будем тратить время руководителя на разговоры после каждой вот такой вот неправильно сказанной фразы, мы будем очень много тратить время на разговоры, а время руководителя стоит дорого. Значит, как обрабатываются провокации? Значит, ответ должен быть коротким. Там ни в коем случае не должно быть оправданий, как у нас сказал Алексей. И фокус внимания должен перенесен быть на сотрудников. Что сотрудники в этой ситуации сделали неправильно? Да, давайте, предложите, пожалуйста. Да. То есть такая интрига. Руководитель думает, что сотрудники думают, что опаздывать нельзя, а сотрудники думают, ну раз руководитель опаздывает, мы тоже можем опаздывать. То есть сотрудник, личным же примером показывает, что можно приходить позже. Это было бы здорово, если бы у всех сотрудников было генетически заложено вот это вот. Правильный ответ на этот вопрос. Сейчас посмотрим типовые ошибки при общении с подчиненными, потом сформулируем правильный ответ. Согласны? Так, основные ошибки, которые подрывают авторитет руководителей. Демонстрировать неуверенность, впадать в лишние объяснения. Ну вы понимаете, там транспорт, машина сломалась, меня вызвали, там у меня много важных дел, вот что-то такое, какой-то объем причин, почему руководитель опоздал. Значит, как только руководитель предъявляет этот объем причин сотрудникам, что он дает им возможность соизмерять, а веская ли это причина для того, чтобы держать нас таких замечательных на холоде, или не веская причина. И дальше что? Они начинают между собой обсуждать поведение руководителя. Как только сотрудники начинают обсуждать поведение руководителя, авторитет руководителя падает. Управляемость падает. Самоутверждение. Значит, я ваш руководитель, вы будете делать так, как я хочу. Постоянно напоминать сотрудникам, значит, я назначен твоим руководителем, а ты мой сотрудник, ты должен делать то, что я говорю. В должностной инструкции записано. Обычно эту ошибку совершают молодые руководители, которые прошли обучение, может быть, даже квалифицированное, какие-нибудь программы MBA, у них есть план действий, как двинуть организацию к светлому будущему. Они приходят, выдают сотрудникам план действия, а сотрудники почему-то выполнять его не хотят. Есть сотрудники, которые резко говорят, я в этой сфере давно работаю, я этого делать не буду. А есть такие, которые как-то уходят, 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 под какими-то предлогами распоряжение руководителя не выполняют. То есть руководитель начинает, я твой руководитель, я должен. Как только руководитель начинает на это ссылаться, он что? Демонстрирует свою неуверенность в своем праве управлять. Руководитель, который чувствует себя в праве управлять, он никогда на этот аргумент ссылаться не будет. Он просто управляет, он просто говорит, что делать. Ну и флюгер – это тот, кто постоянно меняет свои решения, постоянно меняется направление, некая суета такая. В применении к прошлой ситуации дожали его каким-то образом сотрудники. Руководитель говорит, так, хорошо, я вам даю ключ, вы открываете магазин сами. После этого возникают какие-то последствия. Допустим, что-то пропало, открыли не вовремя, закрыли пораньше. Детский сад, как вам сказали, едет в театр. Как хочет, так и работает, как хочет, так и не работает. Отбираем ключ на следующий день. Опять руководитель опаздывает, дает ключ уже кому-то другому. То есть направление решений меняется, наступает какая-то суета. Вот эта суета, она вызывает недоверие у сотрудников. Зачем исполнять распоряжение такого руководителя, вдруг он там передумает. Демонстрировать свой страх, отступать перед вызовом. Ситуация. Сотрудник бросает вызов руководителю. Все бы, ничего бы, если бы это не было бы прилюдно. Сотрудник выдвигает какие-то требования. И руководитель от разбора этих требований отходит. Говорит как-то, ну это мы потом разберем. Как-то вот так вот неуверенно. Может промолчать. Может какую-то другую реакцию выдать. Не работает с этим вызовом. И что? Остальные понимают, что сотрудник получил доминирование над руководителем. Что будет после этого? Один раз сотрудник победил в управленческой схватке с руководителем, показал свое доминирование. Остальные понимают. Да. Остальные понимают, вот у нас как бы пошел поединок за место вожака. Значит, если руководитель не безусловно управляет, а управляет кто-то другой, значит, какой смысл выполнять распоряжение этого руководителя? Ну, оправдывается, объясняет. Чем больше объясняет, чем больше оправдывается, откуда взялось его решение, тем больше заставляет сомневаться в том, оправомерно ли это решение. Не признает свои ошибки. Не признает свои ошибки перед вышестоящим руководителем. Есть подразделение, значит, есть у него руководитель, например, руководитель отдела, приезжает более вышестоящий руководитель. Ходит, 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 недоволен. Там раз претензия, два претензия. За ним, значит, ходит весь отдел со своим руководителем. И руководитель начинает лебезить перед вышестоящим. Говорит, ну это не я им так, ну это не я так решил, это вот у меня сотрудники так сделали. То есть перекидывает в себя ответственность, назначает виноватым кого-то другого. Такой руководитель не вызывает уважения и тут же теряет авторитет в глазах подчиненных. То есть он демонстрирует свой страх перед вышестоящим руководителем. Как только... Что? Ну и перед руководителем тоже. Избегает ответственности. Ну кому доверят ресурс? Кого назначат на руководящую позицию? Тот, кто может нести ответственность за ресурс? Тот, кто скажет, ну да, мы это сделали неправильно, но мы извлекли выводы, вот у нас есть план, как исправить ситуацию. Я готов нести ответственность в размере своей зарплаты, в размере своей премии за то, что этот результат будет выполнен. Или тот, кто скажет, нет, вы знаете, нет, 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 нет. Давайте вы меня не будете сюда назначать, давайте вы мне не будете это поручать. Пожалуй, нет, я не могу этого сделать. Показывает свою несостоятельность перед подчиненными. У нас нет денег, у меня нет времени, мне чего-то не хватает для того, чтобы решить эту задачу. У меня нет полномочий, я не могу этого решать. То есть, может быть, он и не может решать, но не обязательно об этом говорить. Не обязательно говорить сотрудникам, что у нас нет денег для того, чтобы дожить до конца года. Значит, что будет, зачем выполнять распоряжение такого руководителя, который потом ресурсы никакие не принесет. Пропускает провокации. Вот вроде той, которую мы только что увидели. Позволяет себя оценивать. Каким образом это происходит. Ну, приходит руководитель в следующий раз вовремя на работу, открывает вовремя, ему сотрудники говорят, ну, молодец, Иваныч, наконец ты вовремя пришел. Вот это вот слово молодец. С одной стороны, вроде бы похвалили, а с другой стороны, да, а с другой стороны, оценивали, начали оценивать. Кто оценивает у нас, если взять вот эту ролевую пару, руководитель подчиненный, кто должен выдавать оценки? Руководитель. Как только он позволил кому-то в разговоре выдать себе оценку, все, управление ушло. Ушла управленческая позиция. Авторитет падает. И проигрывать. Ну, и, конечно, надо понимать, что люди не просто так работают, устраиваются на работу не просто так, потому что им делать нечего. Они надеются извлечь какую-то выгоду, получить какие-то ресурсы, заработать зарплату, статус, признание, чему-то научиться и так далее. Люди любят устраиваться, вступать в команду к успешным руководителям. Ну, кому хочется быть в команде неудачников? Два отдела продаж у нас соревнуются. У одного руководитель постоянно выигрывает, постоянно приводит к победе команду, у другого наоборот. Все, все плохо, продажи падают, что бы они ни делали, какие они распоряжения его не исполняли. Результат хуже и хуже. Люди хотят быть неудачниками? Нет, не хотят. Люди хотят выигрывать. Задача лидера – привести свою команду к успеху, к победе. С этой стороны, если руководитель признает свои ошибки перед подчиненными, говорит, ну да, это я неправильно решил, что остается вот эта вот, остается эта мысль у всех на подкорочке, он неправильно решил, он проигрывает, он принимает неправильные решения. Прибегает сотрудник, говорит, подчинен, выстраивает руководителю рекламацию. Как же так? Вот ты сказал, что мы двинемся туда и победим, а мы на самом деле не победили, как рассчитывали. Значит, что должен сказать руководитель? В той ситуации это было оптимальное действие, сейчас ситуация изменилась, мы на самом деле не проиграли, мы перегруппировываемся, если бы я не сказал двинуться туда, ущерб мог бы быть намного больше. Это другая, это другу, да, это другая правда. Значит, ни в коем случае нельзя допускать сомнения у сотрудников в профессионализме своего руководителя. Удар по имиджу руководителя, все, несет удар по управляемости, по результативности команды. Так, ну и давайте вернемся к той самой ситуации, с которой мы с вами начали. Где она у нас тут? А мы теперь тоже можем опаздывать. Значит, оправдываться мы не можем, объяснять мы не можем, пропускать провокации не можем. Кто хочет обсудить ситуацию? Все хотим обсудить ситуацию, давайте обсуждать эту ситуацию, давайте обсуждать неправильное поведение руководителя, вместо того, чтобы работать. Да, да, пожалуйста. Вот, вперед был. Так, сотрудник, я признаю, что ты придумал такой вопрос, который может меня скомпрометировать. Я признаю, что ты где-то уже на равных практически со мной, что у тебя есть силы и возможности нанести урон мне. Сильно приподнимаете сотрудника позиционно. Не зная ситуации, в принципе, что за коллектив можно было предположить, 5% дневной зарплаты, тем, что он через 2 минуты начнет работать, мы не сутровали. Yes. Спасибо большое. Значит, этот аргумент, который используют все руководители, два инструмента, которые руководители используют, чтобы обеспечивать управляемость коллектива. Денег не дам и уволю. Значит, смотрите, в диапазоне, во всей линейке управленческого воздействия, вот как оружие, там есть рогатка, есть пистолет, есть пулемет, есть гранатомет, есть ракета, земля и воздух, которые все ничего не живого. Вот эти два аргумента, денег не дам и уволю, это вот как раз в районе, да, атомной бомбы, все, ничего живого. Квалификация руководителя видна, насколько корректно, аккуратно он подбирает инструменты управленческого воздействия. Ну, за неправильно сказанную фразу сотрудника, которому холодна, который, в общем-то, может быть, и хороший сотрудник, лояльный был еще чуть-чуть, еще назад какое-то время. Правильно так сразу говорить, денег не дам. Что вы будете делать, когда у него будет недостач, когда он потеряет крупных клиентов, когда он там кому-то нагрубит. Дальше-то вот. Да. Вот, насчет греться. Прекрасно. Значит, люди взрослые, которые стоят по дверью, не детский сад, да, значит, они понимают, что всякие ситуации могут быть, что начальство, вот как там предлагали, начальство не опаздывает, начальство что делает? По веским. Гениально. Значит, если начальство задерживается по веским причинам, они должны быть рядом с магазином, и им холодно, они что должны сделать? Одеваться теплее, либо танцевать не надо, так сразу издеваться. Что еще? Ну, взрослый человек, которому холодно, стоит рядом под магазином. Там что они, в пустыне у них магазин этот? Гениально. Кафе, наверное, рядом есть какое-то. Ну, а что вы не зашли куда-то погреться? Что вы, маленькие, что ли? Пошел дальше. Другая ситуация. Молодой менеджер работает в коллективе более опытных, более старших сотрудников и не сильно хотят слушаться молодого, которого непонятно почему назначили. А я вижу. Спасибо. Так, давайте. Вы по группам разделились, попробуйте отыграть эту ситуацию. Значит, двое, руководитель подчиненный, двое наблюдают за этой ситуацией и оценивают, кто перехватил управление, руководитель или подчиненный. Подчиненный выигрывает, если руководитель скажет, ну ладно, давай я с тобой буду всегда советоваться, ну как-то отступит. Руководитель выигрывает, если он добивается управляемости от своего подчиненного. Две минуты у нас на переговоры и потом минута на оценку. Давайте, пожалуйста, попробуем. Мы по группам уже все поделились, кто не поделился, пожалуйста, включаемся. Так, вот туда, к этим мужчинам. Руководитель подчиненный, вы оцениваете. Кому, по-моему, еще поделиться. Кому, по-моему, еще поделился. Да. Давайте. Вы... Нет, двое отыгрывают, двое оценивают. У кого управление. Хорошо. Евгений, вы за менеджера, вы за опытного сотрудника. Так, пошло. Да. Да. Кто такой, чтобы командовать? За молодого руководителя вы нападаете. За опытного. Я как новый руководитель? Да. Сразу скажите. Так, руководитель, молодой, опытный сотрудник. Ты кто такой, чтобы командовать? Скажите. Ему скажите. Кто такой командовать? Отвечайте. Здравствуйте. Вы готовы взять? Я... Спасибо. 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 Так, отыграть получилось? Сохраните в столице. Отыграть получилось? Кто руководитель, кто подчиненный? Нет, мы еще отыгрываем. Так, молодой руководитель, подчиненный. Ты кто такой, чтобы командовать? Скажите, пожалуйста. Я тот, кто отвечает за результаты. Так, отыграли? Хорошо. Так, стоп игра. Ну, конечно, понятно, что мы в переговорных клубах играем существенно больше со всеми этими ситуациями. Поднимите, пожалуйста, руки. В каких командах на вопрос подчиненного? Ты кто такой, чтобы командовать? Подчиненный, в смысле, руководитель сказал, я твой руководитель. Есть. Вспоминаем ошибки. Я тот, кого назначили. Опора на должностную инструкцию. Значит, есть такой прием правильно задавать вопросы. Вопросы это такой, вот то, что у нас рассказывал Азимов вчера. Значит, по поводу вопросов. Вопросы такой инструмент, который автоматом перехватывает управление. Руководитель задает вопросы подчиненному. Подчиненный обязан отвечать на вопросы руководителя. Подчиненный, да. Подчиненный не имеет права не ответить на вопрос руководителя. Руководитель имеет право отвечать или не отвечать на вопросы подчиненного. Вы начинаете вести переговоры, один постоянно задает вопросы, второй четко отвечает на поставленный вопрос. Все, управление ушло к тому, кто добивается того, чтобы на его вопросы отвечали. Значит, как только вам подчиненный задает вопрос, запоминайте, особенно если это провокация, ни в коем случае на этот вопрос нельзя отвечать. Пишите себе прям крупными буквами, вы обязательно про это забудете. Я много работаю с собственниками, с генеральными директорами, вообще с руководителями разного уровня. Ни в коем случае на этот вопрос вы не должны отвечать, вы управляемость потеряете. Дальше у вас не будет разговора о проступках подчиненных, дальше будет опять потеря управляемости, потеря управляемости всего коллектива, потому что они бессознательно оценивают, кто рулит ситуацией. На неуместный вопрос подчиненного мы отвечаем своим вопросом, контр-вопрос должен быть. А ты кто такой, чтобы командовать? Можно, если вы хорошо относитесь к этому подчиненному, можно сказать какую-то фразу повествовательно-примирительную, если вы хорошо к нему относитесь, либо если эту провокацию запустил босс, ну то есть вышестоящий руководитель, его мы не можем четко отбивать, прям сразу нам нужно сделать какой-то жест примирения. Это может быть какая-то фраза повествовательная и дальше должен быть удар. Удар – это вопрос. Значит, с точки зрения с этим подчиненным, а ты кто такой, чтобы командовать? Ну я понимаю, что вы расстроены, но вы готовы выполнять мои распоряжения? Вопрос можно, но потом, потому что у нас мало времени. Значит, как забирать управление? Несколько приемов. Первый прием – картина мира. Значит, группа людей попала в незнакомую местность. Пойдут не за самым сильным, не за самым умным, не за самым красивым, не за тем, у кого красный диплом, имбей и даже куча денег в карманах, пойдут за тем, кто скажет, ребята, я вырос в этой местности, я знаю, куда идти. У руководителя, если вы хотите управляющую позицию получать, всегда должна быть самая адекватная картина мира, самая полная. Как только человек говорит, я знаю, я вырос в этой местности, мы идем вот туда, вот через 20 метров овраг, они идут через 20 метров овраг, все. Люди начинают безоговорочно доверять такому руководителю, идут за ним уже не задумываясь, почему он у них главный. Так, ну, усиливать свои позиции всякие, в переговорах приходите вы на сделку, там, мы самый надежный поставщик, мы дадим вам самые, там, гарантии, то есть то, что может вашу позицию, да, я вижу, спасибо, то, что сделает вашу позицию более, верни, все, не возвращает, то, что сделает вашу позицию более сильной. Значит, удерживай вредом, двигай выгодой. Сотрудник начинает что-то неправильно говорить, но, знаете, если вы будете продолжать в том же духе, мне придется задуматься о том, можем ли мы с вами вместе работать. Вот эта вот завуулированная угроза по поводу довольнения. Я начинаю раздумывать, а стоит ли вам доверять. Я начинаю раздумывать, это не то, что я тебя сейчас уволю, я тебя сейчас накажу, я только раздумываю. Но вы показываете, что сотруднику может быть плохо, если он будет двигаться не в правильном направлении. Показываете вред от того, если он выполнит свои намерения, и показываете выгоду от того, если он двинется в правильном направлении. Ну, оценивать, значит, напряжение с сотрудником, можно ему сказать, ну, ты молодец, ну, наоборот, ну, ты знаешь, ты не прав как-то в этой ситуации. То есть выдать какую-то оценку, ты плохо поступил, ты правильно поступил, ты делаешь это хорошо, ты делаешь это плохо, любая оценка, ты молодец, ты умничка. Ну, мальчик, ты, пожалуй, добьешься многого, то есть это еще принизить, ну, похвалить. Так, вопросы. Про вопросы показывала, правильно поставленные вопросы могут двинуть человека в верном направлении. Искусству задавать правильные вопросы люди учатся годами. Совершенно не это. Не обязательно владеть силовым каким-то ресурсом, иметь право человека уволить, не дать зарплату для того, чтобы он двинулся в нужном вам направлении. Можно привести его к выбранной вами цели, просто аккуратно задавая вопросы, он сам придет к этим выводам у себя в голове. Человек не будет спорить с теми выводами, к которым он пришел сам. То есть, ну, человек сам с собой обычно не спорит. Так, если есть вопросы, я еще здесь, можно их задать. Да, один вопрос. Один вопрос, друзья. Я скажу так, научишься управлять одним, уже научишься управлять. Да, я согласна. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.